На заседании учёного совета здесь присутствуют внуки Дмитрия Фёдоровича Рустинова, Сергей и Дмитрий. Сергей Александрович, Дмитрий Александрович, мы приглашаем вас на нашу сцену. Дмитрий Александрович, 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 Дмитрий Александрович Я с этим много времени встречался. Честь вам за это и хвала. И, знаете, мне вот подумалось, что, наверное, судьба Дмитрия Федоровича сложилась бы, ну, наверное, по-другому, не поплатил он в свое время в военную меру. И, наверное, судьба оборонной промышленности нашей по-другому сложилась бы. Где-то он часто вспоминал военную меру, как, ну, совершенно замечательную школу, которая дала ему как знания, так и, ну, вот определенный... Ну, сейчас говорят, называют, как бы, таким менеджерским опытом, то есть опыт руководства людьми. Он, как бы, с юных лет, в общем-то, ну, отличался организаторскими способностями. Ну, вот, насколько, как бы, я знаю. Но, вот, насколько я помню по рассказам его, что, вот, как бы, школа ММЕХа, она тоже очень-очень много его научила. Да и вообще, честно говоря, Дмитрий Федорович, он, мало того, что он военмеху очень любил, он вообще Ленинград и Санкт-Петербург обожал. А уж про завод-большевик, ну, это... Историй мы слышали, конечно, по жизни очень много. Поэтому большое спасибо военмеху, ну, и не только за Дмитрия Федоровича, за теда нашего, ну, как бы, за всех выпускников, которые, как бы, ну, здесь много, а по всей стране вообще огромное количество, которые укрепляют оборонное могущество Родины. Спасибо Санкт-Петербургу, спасибо за моду-большевик. Вот. Так что, брата передам слово. Да, добрый день. Ну, я второй внук, младший, Дмитрий Федорович, мне Сергей зовут. Что я хотел сказать? На самом деле, вы все знаете про Дмитрия Федоровича, его достижения на работе. Мы с ним вместе жили. То есть я его, ну, скажем, так, 15 лет, ему не стало, как я его увидел. Я так скажу, вот какой был Дмитрий Федорович в семье? Не было той ситуации, чтобы я был, наверное, обделен бы его вниманием. То есть это был настоящий дед, который приходил домой и выделял время членам своей семьи. То есть у нас была хорошая, большая, дружная семья. И это очень важно в этой истории, потому что это был не только потрясающий руководитель, который поднял, в общем-то, оборону нашей страны на высочайший уровень, действительно высочайший, но еще это была, на мой взгляд, хорошая, образцовая, показательная русская семья, я вот так скажу, дружная. Поэтому, скажем так, он уникален во многих отношениях, не только на работе, но еще и дома. Поэтому, да, и плюс по всему, очень важный момент для сегодняшнего времени, это был бестеревренный. Это человек, у которого, ну, в общем-то, не было как таково имущество. Да, это как бы очень важно сейчас, ну, с этим как бы вообще другие истории. Вот. И второй момент я хотел отдельно сказать насчет военмеха, вот этой чудесной синергии, что такому чудесному учебному заведению дали имя Дмитрия Федоровича, и они друг друга заслуживают. То есть военмех заслуживает имя Дмитрия Федоровича, и Дмитрий Федорович, я считаю, как бы тоже военмеха. Потому что то, что мы видим, мы видим, какие у них пускники, какие они занимают должности, какие у них карьеры. И карьера не только государственная, еще и я знаю, что здесь есть как бы много людей, которые занимаются бизнесом. Вот. То есть это действительно уникальный состав, уникальные мозги. Они проходят через вот эту чудесную воронку. Вот. Спасибо военмеху, да, и спасибо большое за сотрудничество с семьей. Мы даем информацию для Дмитрия Федоровича, которая, возможно, мы ее собираем. И вот фотографии, они там наши семейные, вам много. Очень здорово, что военмех, скажем так, трепетно относятся к имени, которое он носит. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.